Происходят в торжественной обстановке. В конце года они традиционно съезжаются из разных стран в родные пенаты. Посол Латвии и Великобритании, в прошлом руководитель дипмиссии в России, поведал, что в Англии с каждым годом рождается все больше латвийских граждан. Сейчас это уже каждый десятый, и тенденция только увеличивается. Но вот для неграждан Латвии конец года ознаменовался проблемами. Туманный Альбион без всякого предварительного предупреждения ввел для них транзитные визы. Без них теперь нельзя находиться даже в транзитной зоне британских аэропортов. Я согласен, что это действительно для тех людей, которые запланировали свои поездки, и запланировали эти поездки через транзитные аэропорты в Великобритании, это может произвести какие-то неудобства. Мой совет – искать информацию у посольств Великобритании. К сожалению, власти Великобритании нас об этом своевременно не уведомили. Мы, конечно, потребовали информации, потребовали объяснить, в чем выражается необходимость введения дополнительных транзитных виз. Тейкменис предположил, что транзитные визы могут быть связаны с безопасностью. Великобритания, как и Ирландия, не является частью Шенгена. Мера касается не только латвийских неграждан. Она относится ко всем странам, жителям которых и раньше нужны были визы. Однако официального ответа от Лондона пока до сих пор не поступило. Из-за задержки рейса посол Латвии в Россию Астра Курма не успела на встречу с коллегами. В этом году в наше международное представительство в Москве за визами обратилось значительно меньше россиян. В то же время, хотя данные за четвертый квартал еще не подсчитаны, по данным латвийского МИДа зафиксирован всплеск визовой активности при границе Пскова, а также в Белоруссии, Минске и Витебске. Что касается года следующего, то здесь, отмечают послы, многое будет зависеть от развития кризиса на Украине. Важные международные вопросы будут решаться и в Риге. У нас пройдет саммит стран восточного партнерства. На него в том числе будут приглашены и украинские лидеры. Если постепенно этот весь конфликт будет развиваться в дипломатическом переговорном русле, то мы думаем, что этот вопрос по санкциям будет разбираться где-то в марте, может быть в конце первого полугодия следующего года, и возможны какие-то корректировки. Саммит пройдет в мае, в 20-х числах. Мы планируем направить приглашение участникам примерно в марте. И, естественно, рассчитываем, что к этому времени большая часть стран Евросоюза ратифицирует соглашение об ассоциированном членстве стран Восточного партнерства, Молдовы, Украины и Грузии. Мы рассчитываем, что Украина будет представлена на самом высоком уровне. Правда, на конкретный вопрос, ждать ли в Риге Порошенко, господин Пилдыгович воздержался с ответом общими задачами. Для всех стран ЕС на следующий период также определены создание энергетического и еще одного так называемого цифрового союза. По подсчетам экспертов, слияние цифровых рынков всех 28 стран даст европейской казне дополнительно 60 миллиардов евро. В плане роста экономики приоритетом также будет внедрение так называемого плана Юнкера. Такой амбициозный план целого ряда мер, проектов, которые помогут Еврозоне и Евросоюзу в целом, скажем так, более активно развиваться.